Здравствуйте! Добрый день! Что-то у вас неясный глазок такой. А, сейчас секундочку, у меня тут будет что-то, забивает. Сейчас секундочку. Плохо видно, да? Плохо совсем, даже глаз не видать. Сейчас секундочку. Глаза, зеркало, души. Правда. Сейчас секундочку. Все. Все должно получше быть. Да, почти так же. Чуть-чуть. Хорошо. У нас все выставляется в интернет. Вы не против? Знаю, знаю. Вы, как это, хороший юрист, предупреждаете об ответственности. Не против? Да нет, конечно. Я, собственно, для этого, чтобы как бы услышать, ну как сказать, чтобы с вами познакомиться уже. И не просто там, ну как сказать, с вами там где-то там по углам там шу-шу-шу, да там. Ну вот. То есть вы такая личность, что приходится, как сказать, вы... Ну я даже не знаю. Слово провокатор, я не знаю как, но что-то такое есть в медицине, знаете, провокацию делай, чтобы болезнь проявить. И чтобы, может быть, вот так болезнь проявить, может быть, делать такую инъекцию, чтобы, может быть, проявились все наши... Ну я как бы вижу в этом пользу, но для многих людей это искушение. Я просто... Ну я не знаю как... Давайте, может быть... Ну как... Ну меня зовут Сергей. Ну, раз вы как к священникам, как вы относитесь, я не знаю, но я священник, там, плохой, хороший. Я священник, служу в деревне. А вас я, в принципе, все знаю. Все. То есть вы не можете не говорить. Я даже... Было время, я хотел к вам приехать. В смысле пообщаться. То есть было... Ну я, если был бы как бы... Вот если слово вам тоже новоначально не нравится, то если бы я был бы новоначально, я бы к вам приехал бы вот как Никита и сидел бы около ваших ног и слушал, что вы говорите. И, ну, был бы, как сказать... Ну у меня же был такой период, у меня был батюшка, может, вы знаете такого отеца Анатолия Гармаев? Нет. Я считал бы, не знаю его лично. Ну вот, у него есть такая книжка хорошая, «Пути ошибки новоначальных». Я считаю, ну, одна из самых сильных. И я через нее стал, ну, опять сказать, выцерковляться, уж простите. Ну, я, можно так сказать, рождение свыше произошло в 97-м году. И это было ясно для меня, что я изменился, что там Господь меня обернул. Ну, и я как бы уже прошел это состояние, когда я, ну, пришел в одну общину. И в этой общине мы были, ну, как сказать, там у нас очень хорошее... Вот, у нас было училище, духовное училище. Мы жили отдельным таким, ну, подобное вашего, подобного. Я думаю, что это очень даже, очень схожее. И он, и он приехал, он сам по себе, ну, как сказать, бурят. И он, он был такой человек очень, он, ну, педагог, он написал книги о педагогике. И он, ну, потом ворку положили, и он стал заниматься, вот, в Волгограде занял эту общину. И, конечно, нас тоже там называли секта, там всякое-сякое. Я знаю, что всякий, кто трудится в церкви, тот будет всегда назван сектой. Это, это, это участь такая людей, ну, кто более-менее активен. Ну, вот ваша активность, она очень схожа на отца Анатолия в каком-то, в каком-то смысле. Он тоже много писал книг, мы много создали видео. Я даже, вот, когда Володя вас снимает, я, я тоже занимался именно съемками. Я с Традовечер снимал батюшку, снимал наши, наши все трапезы. Трапезы, у нас служба пройдет, мы идем сразу на трапезу. Если у нас праздник, мы идем на, ну, на эту трапезу такую, ну, как сказать, праздничную. Мы на этой трапезе, мы говорим, каждое слово встает, каждый поздравляет друг друга с праздником. И это были лучшие, ну, можно сказать, дни моей жизни. Это вот было для меня, мы не ели, не спали нас там, в Великий пост мы ели две ложки там этого, этого, каши. И мало того, это надо после этого пропеть. Было псалмы, а псалом там на церковном славянском, он сложный. Его надо было знать. Потом поучение Ефрема Сирина о любви там, и надо знать наизусть, если ты это не знаешь, тебе не давали, по сути, еды. И братья там, ну, или сестры делились с тобой своей долей, там пять ложек было. Ну, как бы со стороны это, казалось бы, конечно, ну, как сказать, это, ну, со стороны это вообще жуть. Нас там, батюшку бы там всеми этими. Но для меня это было удивительно, мне это было легко. Легко это была призывающая благодать. Вот, кстати, вы почему-то, ну, не употребляете слово призывающая благодать, которая держит человека, носит его на руках. И человеку так легко, что он готов. Вот я хотел принять монашество. Я просто, ну, как сказать, я сейчас все скажу прям пять минут, и потом, и вы уже, отклик ваш. Потому что о вас я все знаю, вы обо мне ничего не знаете. Ну, немножко. И мы, и мы, настолько вот эта благодать нас держала, что я, я уже все, я не понимал смысла там в женитьбе, там, там, я думал, ну, вот все, монашество. Я уже выбрал монастырь, Валамский монастырь, мне очень понравился своей уединенностью своей, такой красотой природной. А потом, как бы, прошло время, пять лет вот этих, и Господь поставил на ножки. То есть, когда же ты сам стал трудиться над всем. То есть, вот эта призывающая благодать закончилась, на ножках ты поставлен, и вот этот труд, труд уже, когда все земное на тебя, как сказать, навалилось. Я, ну, я женился, слава Богу, там, у меня матушка оттуда. Ну, я к чему, что, как бы, подытоживая, что, когда я вас увидел, очень похожие моменты, и, ну, вы человек очень, ну, как сказать, открытый. И поэтому, вы должны, мне кажется, если вы уж пошли на встречу, вот, миру, как говорится, то вы должны все, все претерпеть. И критику ваш, ваш адрес, и все. Это, это есть, ну, не знаю, вы же на это добровольно пошли. Поэтому я, например, не такой открытый человек. Я не, ну, не в смысле, что я там, ну, у меня, для меня понятие есть еще сокровенные беседы. То есть, беседы, которые я могу только с другом, со своим близким. Потому что есть вещи, о которых, ну, я не знаю, нельзя во всеобщее обозрение это ставить. Поэтому мы, например, фильмы эти, которые мы там делали, я там, я занимался и монтажом потом этих фильмов, ставил их на линейку и делал фильмы, целые фильмы. У нас есть фильмы «Врождество рожденные», «Пасхальная радость». У нас, у нас он воспитал, у нас сейчас нету этой общины. Минутку, у вас голова ушла сделать, вот, пониже как-то сделать, а то глаза уже не видно, пониже еще. То ли повернуть глазок надо, почему-то вы уплыли туда, кверху. Вот я, нет, я себя вижу, хорошо? Нет, вот так теперь, а то сильно глаза даже стали за экран скрываться. Ну, ясно. Ну, вот я к чему, что я вот так, просто сейчас, там, сколько, три минуты ушло на то, чтобы вам просто рассказать о своей жизни. Сейчас я служу священником в деревне. И, ну, как сказать, я занимаюсь, ну, вот то, что вы сейчас вот там говорите о церкви, меня это сильно касается, потому что я не стремлюсь там к крещению ради любой ценой. То есть я еще вот за три года служения в церкви я покрестил только трех младенцев. И то, это, это мои двое детей, моих двое детей, которых, вот, кстати, мои двое детей и одного мальчика, сироту, я крестил, но я нашел хорошую крестную. Я нашел крестную, я с крестную знаю, я с крестной. И я всех крестил в полном погружении, потому что батюшка наш учил всегда полным погружением. И именно в той воде, в которой есть в данный момент этого года. То есть мы не делаем там теплую водичку там, там что-то такое, не устраиваем такой комфорт. Поэтому, ну, поэтому у меня нет крещения, я вот, у меня нету такого вот, чтобы обязательно крестить. У меня важно, что я потом отвечу перед Богом за вот этих всех крещаемых. Ну вот, я как бы сказал, теперь можете, как сказать, вот вы можете свои комментарии. Так, вы этого священника, которого назвали, по буквам, фамилии его, расскажите. Гармаев. Гармаев. Да, Гармаев. Дело в том, что я делаю разбор выступлений разных священников. И о нем, кажется, у меня написано в книге. Я его поставил в число тех, которые евангельский путь. Или нашли, или ищут. То есть в числе лучших священников я его отметил. Ну вот, я чадом, можно сказать, от Анатолия, и считаю, он крестный, можно сказать, отец. Он меня ввел в вот этот духовный мир. И я считаю, это было лучше. Ну, у меня это лучшее время было. Оно было очень тяжелое. Мы, говорю, ну, это было лучшее. А в какой книге это у вас про него написано? В открытым оком. Я пока говорите, я слушаю. Ну, я к чему еще сейчас говорю, что у меня, ну, как бы вы говорите многие вещи, о которых, ну, как сказать, у меня, ну, как, не то, что несогласие. То есть я понимаю, и у батюшки, чем все закончилось, а к чему что? Батюшка, батюшка сейчас, у нее училища нету. Все от него разъехались там. То есть он был, он все завязывал на себя. Как личность сильная, он все завязывал на себя. Он все решал сам. Он не, ну, то есть у нас не было собора. Хотя он уже воспитал очень хороших трех священников, которые были рядом. И он должен был им отдать, как некую, как бы, такое. А он ничего не отдал. То есть, и у нас получился разлад. То есть он, в конце концов, мы встали в тупик. Время пришло немножко другое. То есть мы все там повзрослели. Я хотел там остаться рядом, служить. У нас были, у нас до сих пор там есть все для служения. У нас есть корпуса, у нас есть там все, база есть, можно сказать. У нас коровник есть, 8, там было 8 коров. То есть мы жили своим, по сути, трудом. То есть мы ездили на поля, там, трудились. То есть он нас очень хорошо подготовил. Но пришел момент кризиса. И он, меня один раз он сказал, что, ну, такую вещь, которую, ну, я, я сейчас не хочу говорить, но некие вещи мне стали его, как сказать, я уже, ну, знаете, ученик все равно дорастает до какого-то уровня. Все равно он дорастает. Даже бывает, что, что ученик потом, ну, делается лучше в чем-то. И каких-то добродетелях может быть лучше. И я, ну, как сказать, услышал такие вещи, которые меня немножко в нем, я ему это сказал в лицо. Я ему сказал, батюшка, ну, как, как вы можете такие вещи? Говорит, я не хочу говорить, потому что, чтобы он не может, он, и получилось у нас очень много таких искушений. Ну, опять слово искушение, вы опять не говорите, но они правильно, это слово искушение. И это искушение, оно привело нас к тому, что мы, ну, там просто разлетели все. Но, опять же, удивительно, он нас готовил всех, по сути, к монашеству. Ну, чтобы мы приняли монашество, как бы, я, я был готов принять монашество, но приехал наш владыка и благословил всех, вот удивительно, знаете, приехал владыка, Герман Волгородский, и благословил всех жениться, создавать семьи и ехать в свои веси, откуда приехали. А мы приехали с разных городов, с Украины, даже с Германии к нам приезжали люди. И до сих пор сейчас устраивают там сейчас семейные поселения, и мы живем, и там живут семьи в укладе, в православном таком укладе, трудятся вместе, они собирают школу отцов, школу матерей, и решают проблемы очень позитивно. То есть вот настолько правильные, как сказать, там правильные такие условия, что люди там решают свои семейные проблемы, очень такие, даже с Германии едут, у них отпуск в Германии, это русские, которые уехали туда в свое время, и они приезжают к нам, чтобы... У нас там воды нету, условий никаких нету, вода у нас греется на котле, ой, на печке, все вручную моются, то есть мылом там, мылом моются эти тарелки там, как кастрюли, и они приезжают в это, от условий, германских условий приезжают вот в это неустройство. Ну, и они говорят, потом они делятся своими впечатлениями, это, конечно, удивительно. То есть только плодов они получают от этих поселений, вот они до сих пор остались. А как училище, как вот воспитание новых священников, новых матушек, потому что он считал, что матушки сегодня, я считаю, я с ним согласен полностью, сегодня воспитать матушку это очень сложно, потому что все искушения сегодня к батюшкам, к священникам приходят через матушек, и разрушены семьи, и неверные, там все-все-все, потому что матушки хотят жить, ну, через них лукавый начинает, конечно, бить батюшку сильно. И вот, когда вы говорите там о митрополитах, ну, я считаю, что митрополиты не смотрят ваши передачи, они, может быть, кто-то смотрят, но вообще никто не смотрит. И поэтому, когда вы говорите, это надо конкретно митрополитам всем разослать, там, вы, вы пастухи, пастыри, вы должны к этому призваны, их обличать конкретно, а через интернет они не слышат вас, а люди с неокрепшей головой, они начинают смущаться, и скажут, зачем мне в эту церковь идти, потому что вы говорите, сегодня говорите, что идите к священникам, и в то же время они там все негодяи, они там все негодные, они там все не такие. Поэтому получается раздвоение в уме, то есть это может быть куда-то завести не туда. Ну вот, я все сказал пока. Я еще скажу, но я хочу хоть слово, чтобы у нас был диалог. Так, я нашел. Это вопрос 1587, 6-й том открытым оком. Запишите себе. Сейчас запишу. Еще раз. Значит, открытым оком, 6-й том. Какая страница? 1587 вопрос. Анатолий Гармаев, правильно? Да, 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 Анатолий Гармаев. Мне вопрос задают, это знакомы ли вы с книгами священника Анатолия Гармаева, что можете о них сказать? Вам будет интересно, если я прочитаю? Давайте, хорошо, если вы... Ответ. В издательстве «Лучи Софии» вышли как будто 7 его книжек. Сейчас передо мной пути и ошибки новоначальны. 368 страниц, 2002 год. Правильно? Да, 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 верно. Книга считается тяжело. Замысел автора, если полностью верить написанному, что как пишет он, так и думает, то он хочет помочь воцерковиться. Это слово воцерковиться у него нависает над всем, что до этого и что последует после воцерковления. Но суть-то в том, что такого слова нет в Слове Божьем. На странице 45-й он пишет «Наше воцерковление – это вхождение в единодушие с людьми церкви». Более десятка страниц из книжки этой в раз не осилить. А когда будешь считать следующие 10 страниц, то эти первые уже стушевываются на повторах. Я неожиданно для себя выявил, что автор в своем роде похож на Горбачева. Может говорить по 4 часа, а после его потока ты не можешь собрать даже на стакан воды. И говорит правильно вроде бы, и приводит в места писания, что для меня особенно дорого. А в конце видишь, что столько паутины, столько махания руками, что ты не знаешь, куда же идти. Досчитав до страницы сотой, понял, что книга эта непростая, а сгусток разжиженного в других местах тумана. Доказательство, что если до мельчайших деталей разбирать каждый член тела в реанимации и научишься делать это примочками от пяток до темечки, то мертвецы вдруг начнут мигать ресницами. Он не раз говорит, что учил тому, чего и сам еще не пережил и не понимает. Это он не раз говорит в книге. Как ни прискорбно, но это же самое ему придется сказать еще и на смертном адре после этого потока книжек. А рождение свыше у него просто слова, призраки. Похоже очень на то, что он не пережил второго рождения, у него не было встречи живой со Христом. Священное Писание цитирует часто и вовсе не к месту. Но иногда говорит просто удивительные вещи, как о длительном оглашении, о поручителе в стадии оглашения, и после него, и о любви к Евангелию. Исключительно тонко завуалирована пропасть между живыми и мертвыми. Он разглаживает ее многоговорением и цитациями. Хотелось бы побыть с ним рядом, побыть в его общине, побеседовать с его прихожанами. Ждем все остальные его книги. И когда смогу иметь более полное, тогда смогу иметь более полное представление. Но учитывая, что вышеуказанная книга не первая, а уже отрифмованная, предполагаю, что в других книжках своих он не будет сильно противоречить уже изложенному в этой. Если бы он жил здесь, то я бы с удовольствием постарался подружиться с ним. Что-то в нем есть. Но не юрасовские сны, не фейерверки Козлова. Ну, Максима Козлова. Это, ну знаете, в Москве там. Знаю, знаю, да, да. Но живой проповеди нет. Гармаев загоняет людей в бесрастметные отчитки и в отцерковление длиной в несколько жизней. Он как будто не слышал от речи со Христом о мгновенном рождении свыше, о новой счастливой радостной жизни во Христе. Нужно идти от двери к двери живой проповеди о Христе. Вот такое. Так я еще не... Сейчас гляну, было ли еще о нем где? Нет, наверное, все. Один раз только. Ну, да, это... Ну, как сказать. Ну, и ваши книги тоже, если начинать их разбирать внимательно, то тоже там... То есть мы для этого и созданы, как бы, в церковь и приглашены, и нас Господь призвал, чтобы мы друг другу с терпением увещевали, в ошибках показывали. Вот ошибка. На мой взгляд, это... Ты смотри, брат, посмотри, вот я увидел в твоей книжке ошибку. Это ляп. Ляп серьезный. Ты посмотри внимательно. Там, ну, ты уже... А у нас же поэтому называется соборный. Конечно, он человек... А он, тем более, человек бурят. Он бурят, понимаете? Так, батюшка, я сразу скажу, чтобы... Если вам придется с ним разговаривать, вы передайте. Мое мнение не меняется никогда. У меня не было ни одного случая, чтобы я изменил и против человека пошел заочно, тем более, ни разу в жизни. Скажите, что я имею желание с ним хотя бы по скайпу побеседовать. Нет, опасно. Мигнать, Тихонич, простите, есть такая пословица. Это не моя пословица. Мнение не меняют только дураки и покойники. Ну, значит, такое и есть. То есть, мнение о человеке, с которым не встречался. Заочно имейте в виду. А, нет, мне его... Не знаю, вот я просто в то время, у меня был голод такой духовный, что я книжку его взял, у него была книжка «Обрести себя». Там о Боге вообще не сказано слово. Но это была книжка, написанная в советское время, о Боге нельзя было говорить. И Бог был завуалирован словами. И понятно, что он обращает все время к Богу. И «Обрести себя» — это моя книжка, где я... Я когда узнал, что он рядом в Волгограде с нами живет, в Волгограде, я сразу сел на велосипед и сразу к нему поехал. Я сразу к нему приехал, я захожу к нему в келью, и я увидел его вот эту бедность. Вот это мне понравилось, святая бедность, которой вот это все... Вот ничего не было. Вот как вот... А я еще был вот в таком подъеме. Мне очень нравился Амросий Оптинский. Я... Для меня... Я сам протестант. Я в протестантской церкви начал свое. И меня уже там ставили пастырем, меня там уже женить хотели в этой церкви. И у меня один вопрос возникал. Я всегда не мог понимать, почему они против икон так... Они как бесноваться начинают. Они начинают... И я начал думать, а почему они так ненавидят православных? И я один раз... Ну просто вот стал... И меня просто принесла одна наша... Как сказать, прихожанка, сестра. Она приносит мне книжку о Серафиме Саровском. И этот святой меня просто покорил. Покорил своей незлобливостью. Вот я вот это увидел. Я вот эту глубину увидел. И меня Серафим Саровский, это можно сказать... И он меня привел к батюшке, можно сказать. Потому что все в духовном мире взаимосвязано. Поэтому, когда мы молимся святым, вот вы часто... Вы мне, кстати, очень не нравилось. Простите уж, я буду с вами откровенен. Мне нравилось, что вы преподобный Серафима Саровского и высмеиваете его, какой-то он там был такой, что-то он убегал, что-то... Вы так прям нехорошо о нем отзывались, что я прям, не знаю, у меня прям была... Я говорю, как так о батюшке Серафиме, преподобном Серафиме Саровским? Так вы его прям... А потом как-то вы немножко исправились и начали вроде хорошо о нем говорить. Но его... Именно он меня помог. Ни что... Ни писания, ни какие-то там догматы. Именно он, его пример, помог мне прийти в православие. И батюшка... Я, кстати, я буду весной... Весной буду в Волгограде, наверное, и заеду к батюшке. Могу передать ваши слова. Передайте. Скажите, что мое мнение не меняется. Как я прочитал книгу, и я его выразил в книге, на вопрос отвечаю. То есть мое мнение осталось без изменения. Вот я о чем сказал. Хорошо. А вы... Вы вообще как читали эту книжку, да? Полностью? Да как полностью-то? Я полностью страница по странице прохожу, выписываю конспект. Я не просто считаю, я изучаю. А, вы даже... А, вон что. У меня уходит время масса. Столько книг, которые говорят, проверьте, посмотрите, дайте отзыв. Я сижу и конспектирую, пересчитываю заново. Ну, хорошо. Нет, ну вы, конечно... В этом смысле вы уникальный человек. Что там вы говорите? У вас такая память... Серафима Саровска хотел сказать это. Да, да, да. Когда вы такое слышите, вы помните, что я говорю во свете Библии. Не к нему я что-то имею, но если его путь не сходится с евангельским путем, я это открыто и говорю. Для меня авторитетов просто нету. Но протестанты... Не к нему я имею отношение, а к пути, что оно не по Евангелию. Евангелие говорит, идите по всему миру, а здесь я буду сидеть, а идите ко мне. Это противоположно. Вот я о чем говорю-то. Не, ну Евангелие говорит, простите, тут уже нашло, как говорится, там Евангелие, будьте кто апостолами, кто учителями, там не всем благословляется идти проповедовать. Это не всем дано. Я видел, как проповедуют люди. Мы у нас тоже протестанты, давайте все проповедовать. Вышел человек, он начал какую-то такую нести ерунду, люди сказали, отошли от него. Я говорю, не каждый. Я говорю, иди лучше, брат, учи там, я буду... Я сам ходил с Евангелиями, проповедовал, но не все. У нас вот была община, и не все у нас проповедовали. Не все. Это какое-то благословение, это какой-то дар, это какая-то особая, если хотите, слово харизма, если вы так, оно это современное слово, тоже в Евангелии не встречается. Да много не встречается слов в Евангелии. Кокаин встречается в Евангелии? Не встречается. Анаша встречается? Не встречается. То есть много чего не встречается. Ну, нам же надо... А все протестанты говорят только во свете Библии. Вот они во свете Библии, во свете Библии. И в конце концов, я говорю, подождите, какой у вас ведь Библия, когда Библия написана нам для какого-то некого образца, мы всегда должны сравнивать, но мы не должны говорить, если этого нет в Библии, я с этим не соглашусь, я это вообще не принимаю. То есть нам Библия дала дух, прежде всего, чтобы мы жили в духе, в духе кротости, любви, смирения. Хотите, вот вы слово любкость, как это вы называете, когда бабушек по головке гладят? Ну как это вы назвали? Любвисты, любвисты. Любвисты, вот я любвист, я жалею бабушек, я жалею наш народ, который прошел этот Вавилонский плен, я их жалею, потому что они прошли этот Вавилонский плен с такими потерями. Мужья пьяницы, все там, я их жалею, жалею, потому что сейчас, если я их буду ругать, если я буду их заставлять, то они просто, ну, у них последняя надежда. Кто их еще будет жалеть? Кто еще будет их, может быть, прижмет к груди и пожалеет? Они, у нас, вот я в деревне живу, у нас там бабушки 80-90 лет, какой они, они там, я уже такие говорю слова им, говорю, я говорю, дорогие мои, мы можем покаяться, если, можно сказать, вот сейчас у нас есть время покаяния, сколько мы там, и я их, я их подготавливаю к этому переходу в вечность, это мое дело, и я их всех жалею, я всех люблю их, потому что это мои бабушки. А с молодежью, ну, сейчас вот буду идти только к молодежи, только общаться буду, только, то есть вот я только недавно служу тут на другом приходе, деревня, собственно, ну, я к чему, что протестанты тоже, они все по Святой Библии, но почему-то я, я увидел только одни сплошные, только, ну, как сказать, вот они там цитируют постоянно Писание, постоянно, я, и мы хорошо изучали Писание, я, в принципе, благодаря протестантам, да, я узнал, и в Англии, но у меня столько было много вопросов о моей душе, какое мое дело, что творится в душе, брат, если я погибаю, если я нахожусь в состоянии каком-то, мне никогда не нравилось побеждать в спорах, там, я чувствую, что, да, я занимался спортом, там, побеждал когда, я никогда не любил, там, бить лежачего, там, чтобы победителем быть, вот, я победитель, мне всегда хотелось, чтобы что-то, чтобы мне как-то, мне всегда было стыдно побеждать, и вот даже в спорах, там, с протестантами, начинаешь там спорить, там, они все, они, вот я начинаю с ними разговаривать, они не стоят на одном, они прыгают с места на место, то есть они не до конца идут по теме, я говорю, стоп, давайте, об иконах, давайте до конца об иконах, только не прыгайте, я договорюсь сразу, и мы начинаем об иконах говорить, Писание открываем, я говорю, вот смотрите, так и так, и они, ну, о чем больше нечего сказать, Потому что, я к чему, что у вас часто тоже вот это, как сказать, вы говорите, у вас ведь и Библия, а Библия она дает нам много, а Библия откуда-то взялась? Она же взялась, вот кстати, вот Библия, да, вот у меня есть Библия, синодальный перевод, это, вот я с собой ношу эту Библию, она маленькая, это библейское общество. Ну тут нету канонических, да, этих, как они называют, не канонических, но я ее достаю не то, что там часто, я, то есть многие слова, многие эти стихи я наизусть знаю, поэтому я их говорю. И я считаю, считаю, что это прошло из традиции церкви, и традиция церкви мне помогает многие вещи осознать, то есть я понимаю, почему в церкви произошло именно так. А я начинаю критиковать критически, подхожу, у меня тоже критическое такое мышление, я начинаю критиковать, как тот сказал, если я критикую, значит я существую, да, и я начинаю критиковать, и говорю, а почему вот так они сделали, а почему вот так, а почему вот так, и я понимаю, что я откуда это могу знать, почему я должен рубить эту ветвь, ветвь, которая еще там, это не мое дело, и мое дело самому себя начать в себя. Да, я вот сам хочу спасение, вот личное, личное спасение, что лично Господь меня спас. А когда Господь меня уже вразумит, Он скажет, иди, проповедуй. Кстати, преподобный Серафим Саровский, его Господь отправил вначале в пустыню, а потом он сказал, все, принимай людей. И к нему потоками в его пустыню пошли, в этот лес пошел народ, потоками к нему. У него было столько людей в день, пребывало, что я не знаю. То есть, и это задумка Господа, приготовить в начале своего избранного сосуда в пустыне, пройти искушение, самого себя пройти искушение. То есть, вот это самое искушение тщеславием, богатством, то, что Господь проходил в пустыне. А потом уже преподобный Сергий Радонский тоже, он молился, и у него был момент, когда стены отошли, бесы на него со всех сторон. И то есть, он, и что он сказал? Господи, ну будет твоя воля. И он вытерпел все, и Господь уже, ангелы пришли к нему, к преподобному, и стали служить ему. И то есть, преподобный, по его молитвам, случалось просто чудеса. То есть, вот читай житие, вот я назвал честь преподобного Сергия. Я не то, что, ну, я рад, что я именно ношу именно такого преподобного. И это мне помогает быть, я, а как бы преподобный, вот как он бы поступил. Ну, правда, как Господь поступил, да. А как преподобный? Это же, я вот всегда смотрю на этих преподобных. И для меня они два, ну, столпа, я не знаю. Я на них всегда, как сказать, на них смотрю, и всегда им молюсь, чтобы они за меня помолились там, пред престолом Царя Небесного. Так и я им молюсь каждый день, каждый день молюсь им. У меня на молитве поминают примерно 77 святых. Это 7 раз в день. Ну, нам наше дело не обсуждать, как они жили, что они делали. Это Господь. Они уже святостью обличены. А мы начинаем сейчас их анализировать, что они делали. Да что мы знаем? Мы в тонких деталях-то не знаем, что происходило. И мы можем разве... Мы с сегодняшнего нашего поврежденного советского мозга, мы поврежденные все, мы жили в Вавилоне, 70 лет пленения. Нас сделали рабами коммунизма. Вы должны коммунизм строить. Вот нас высроили, а потом наш голову у нас... Я был пионером, комсомольцем был. Потом, кстати, отец Анатолий мне читал канон о том, чтобы... Я не знаю, почему сейчас это не делается. Я спрашивал у многих. Если ты был коммунистом или комсомольцем, ты должен отречься от своих убеждений. Я раньше не понимал этого. Отец Анатолий меня вышел, поскольку, говорит, пойдем, надо это сделать. То есть это... Я это понимаю, что это правильно, потому что я-то верил в светлое будущее, что на земле будет царство небесное, ну, земное царство такое красивое, где не будет денег, где не будет тюрем. Я верил в это, я реально верил. А потом я вижу, что нет. Ложь как есть, так и есть. Разврат как есть, так и есть на земле. И поэтому я устремлен к горнему. Горе имеем сердца. Я вот... Я для меня это было, можно сказать, они, ихнее житие меня и поразили. Потому что, ну, представьте себе, да, преподобный рубит лес. У него топор, он был крепкий, он носил, просто носил. Там лютомящего меня, он говорил, камни носил, да? И он был крепкий старичок, он был небольшого роста, и он всегда работал вручную. Там лебеду собирал, что-то делал в лесу. И двое пьяных, крестьянина. О, а у него столько народу, богатых людей приезжало, просто неимоверно. Они думали, что у него в келье там миллионы зарыто. А он же тут же все эти деньги раздавал. Тут же. То есть он, как святой Иоанн Кронштадтский, говорит, я утром был богач, а к ночи я становился нищим. То есть он все раздавал. И как-то к нему подошел один мальчишка там, дай, батюшка, дай копейку. А у него в кармане рубль лежал. Он не хотел менять его. Говорит, иди, нету. А потом приходит, говорит, господи. Да я ж не дал ему, что же я, господи, пожадничал. Прости меня, господи. А преподобным вообще ничего не было. И вот он, они начали, он подошли, вы видите, они идут агрессивно к нему. Ну вот вы представьте, вы работаете в лесу, и к вам идут два агрессивные. Сейчас все, вас будут бить пьяные. Они не то, что там как-то хитро подходят там, там лукаво. А это уже все ясно, они к нему идут с кулаками. И он, а он с топором стоял. Представляете, искушение, да? Он думал, он их в крошку бы изрубил бы всех и все. Сказал, ну, и все бы его оправдали по-человечески. А он говорит, делайте, что вы задумали. Как они его начали метелить там. Бороду ему оторвали. Там все, все в крови. Потом за бороду его в келью притащили. Посмотрели, там никаких денег нет. Еще ему добавили. То есть сил уже не было у них, они ушли. А он в крови лежит. Потом приходит, кто к нему приходил, этот монаха. Еду он иногда приносил. И там в крови лежит. Он его быстро, опа. И они молились при Пресвятой Богородице. Сколько-то? Около недели. Он при смерти был. А потом Пресвятая Богородица его исцелила. Исцелила, дала. И он снова, вот для меня образец. Не то, что я вообще, он, я, он бы сказал, я преподобный Серафим Саровский. А вы кто такие? А потом привели к нему этих двух. Все, они его наказывают. Давай, наказывай. Он говорит, ни в коем случае их не наказывайте. Ни в коем. Он прям и простил их. Вот это было, вот это образ для меня, вот именно христианский. Поэтому я, ну я не знаю, я не вижу тут, что как это не во свете Библии. Он, наоборот, потом открылся миру, открылся. Господь ему открыл. И он всем начал проповедовать. И сколько людей пришло к нему, к Богу. До сих пор сколько приходит. Так что, все во свете Библии. Только путь этот, вот такой. Его, и церковь устроила так. Вначале она призывает свои избранные сосуды. Призывает вначале уединение, некое, отречение от мира. Внутреннее уделить молитву. А потом Господь уже открывает. И все. И поэтому, о монастыре вы говорите. Ну, в монастырях всегда было как? Один спасается, а все его спасают. Со всех сторон. Ну, и что? Ну, такая вот у нас... Ну, у нас... Вы читали Новоселова, да? Да. Который был толстовцем. Да. У него книжка есть «Письма друзьям». Она уникальна чем? Он там очень четко описывает, простыми словами описывает, что есть церковь. Что есть церковь и как... Он там и говорит о том, что если там... Что если епископа там нету, то церковь остается. То есть у Павла Дельгейма была именно такая интересная, что община – это клеточка церкви. Если не будет главы, ну, там, этого... Этих архиереев, то эта церковь, эта клеточка будет жить самостоятельно. Она все равно... Одна хоть клеточка эта будет жива, все мертвые станут. А одна клеточка эта будет жива, церковь все равно будет... Потому что в этой клеточке уже есть все. Там есть и свой священник, там есть своя иерархия некая, что есть там женщины, мужчины. То есть все есть, чтобы церковь сохранить. А тут происходит, что вы... Ну, так к чему мысль-то ушла? От церкви, да. А, преподобным. Вот я к чему, что преподобный... Преподобный, он, наоборот, у него была... Он никогда... В его этих письмах... Вы говорили там про то, что он молился за архиереев, но он никогда не ругал никого. Вот заметьте, вот что до нас дошло, он никогда никого не ругал. Какой там... А его братья, знаете, как гнобили? В его монастыре, в Саровском монастыре, они его гнобили, считали его за выскочку. Ах ты, выскочка! И давай его там, то трунить, то его... Там вообще его прям игнорировали порой. То есть он претерпел такие, как бы, от братьев претерпел такие напасти, что мы это выдержим разве от своих братьев, от своих... И он ни о ком, ни о ком плохо не сказал. Мало того, эти братья потом к нему приходили, и испокаялись, исповедались перед ним. Потому что он был, на самом деле, светоч. Ему Господь дал и... Такие дары, что... Ну, простите, я не знаю, я не могу слышать, когда там его православный человек над ним там... Он не во свете Библии. Он, знаете, каждый день читал по одной... По одному Евангелию. Не по одной главе, а по одному Евангелию. Он его наизусть знал. Он каждый день... Вот сегодня читал одно Евангелие, завтра другое Евангелие. Четыре Евангелия он читал каждый день. Это помимо того, что он читал... Бил поклоны, читал сотницу на этих... И ел одну лебеду, лебедой питался. Ну, и братья иногда приносили ему там в этот лес что-то. Вот и все. Он уж знал Евангелие очень хорошо. Лет 15 назад в литературной газете была большая статья. Называлась она «Миссионер 21 века». О ком? Наверное, вы. Конечно, нет. Андрей Кураев. Андрей Кураев. И вот Андрей Кураев там об этом говорит. Мухаммад умер в 632 году. И за шесть столетий не послали ни одного миссионера, откуда придет этот полумесяц. И встретились уже только под стенами Константинополя с мечами. Знали только народ, а с народа таурегов брать налог. И он говорит с великой печалью. Я проехал по местам, по городам Вселенских соборов. Называют, где был. Я не мог даже свечу затепить, какие ненавистные взгляды всюду были. Это мы высеяли. Потому что пошли другим путем. Сказано было идите, несите свет Евангелия. Мы сделали другой, объясняемый для нас. Но только так. Я буду святой, а вы ко мне идите. Андрей Кураев пишет. Когда на него гонений не было. Это вершина его славы. Это действительно так. Вера от слышания. Ослышание от Слова Божия. А у нас в 1876 году только перевели. Почти 900 лет жили без Евангелия. Вообще не было. Народ не знал. Я вот о чем ведь говорю. Вы что сказали о Серафиме? Я знаю. Я же святых насчитал. Они у меня в аудио есть. И сейчас на моем канале выставляется каждый день. Житие оттуда берут, обрабатывают. Кто-то там и ставят. Каждый день новое житие. И внизу написано, кто насчитал и что. Но я делаю сравнение только с Евангелем. Главная задача идти. А говорят, не все идите. На проповедь все до единого. Откуда известно? Просто понятно. Деяние апостолов. 8 глава 4 стих. Когда началось гонение. Иоанн Златоуст говорит. Самые сильные остались на самом сильном участке. А 4 стих гласит. А рассеявшиеся ходили и благовествовали. Кто? Дети, жены. Это все показано в житиях. Вот такой крах постиг Византию, которая пошла другим путем. И такой крах второй раз Россия. Почему? Народ не знал Бога. Взялись за вилы наводить порядок. Почему в этом участие не приняли никакая штунда, никто не молокани? Мы же даже эти вопросы сегодня задавать. Царь пошел на Голгофу и за ним вся Россия. Люди не знали Бога, не знали Евангелия. Евангелие было скрыто. Почему Библии не переводили 900 лет? Я долго искал ответ и кое-как нашел его. Митрополит Филарет ответил так. Если к государю обращаются, если Библия будет известна народу, в России наступит революция. Это ошеломляющие слова. И потом только я нашел ответ. Это действительно так. Поймут, что не туда шли 900 лет. Не тем занимались. Это вопрос очень серьезный. Я ничего не ищу в них недостатка. Что вы сказали? Ударили Ион Кротки. Аминь и аминь и аминь. Слова Божьи остаются в силе. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Христос уже на Вознесении. Все, последний наказ. Идите. Я умолю Отца Моего. И пошлет Духа Святого. И Он откроет вам. Что откроет? Оповестить в мире о грехе, о правде, о суде. Сегодня спрашивают, сколько смертных грехов? И вот начинают 7, 8, перечислять. Один, только один. Один. А в нем все остальные как о грехе, что не веруют в меня. О суде, что князь мира сего осужден. Поэтому никакого коммунистического рая нельзя построить. Вы говорите, все были повреждены. Не все. Я перед вами, кто не был поврежден. Я с 5 лет знал, с кем я буду. Я хотел убивать коммунистов. Готовился быть террористом. Отомстить за порогу на родине. С 5 лет я уже знал. Я не просто учился. Я день и ночь учился. Тренировал себя. Резал. Говорят, как Рахметов. Спать на гвоздях. У меня везде подоткнуты были портуроны. Ружья. Собака рядом. Живем не даемся. Узнаю тирана, я его уничтожу. Бог показал как Савлу. Ты будешь страдать, тебя будут убивать. Поэтому не были мы у нас никто. Ни в комсомоле, ни в пионерах. Мы боялись этого страшно. Мы не были там. Мы знали, это ложь, это сатана. Ну, знаете, я немножко тут тоже. Где-то вы, в общем, так говорите. Не поддерешься, но при, как сказать так, в ближайшем рассмотрении, все-таки деяние святых апостолов, это начало церкви. То есть церковь еще о Господе никто не знал. И Господь дал такой наказ. Проповедуйте. Потом огласилось, народ узнал. И что толку? Ну, знает. Вот я, у меня все мои там знакомые, и все знают. Я ко всем подходил уже. Но не все откликнулись. И поэтому церковь о Господе уже все знают. То есть до конца земли уже проповеданы все о Господе, я не знаю. Это даже сказано, этот, как его, этот, журнал, New Journal, журнал американский. Тоню, это, простите. Тоня, дай мне водички, пожалуйста, попить. И там самый знаменитый, какой популярный человек, это Господь. Господь. До сих пор он является на первом месте. Потому что он самый знаменитый. Но у церкви есть этапы, разные пути. То есть церковь, Господь созидел церковь, и Господь ее держит. Почему мы Богу не даем, почему мы думаем, что мы сейчас вот придем и церковь очистим. Мы сделаем ее лучше. Да мы не сделаем церковь лучше. Мы только гордостью наполним. Мы себя можем сделать только лучше. Мы только себя можем менять. И тут я полностью, как сказать, тут сказано, что идите, это начало церкви, это было начало церкви. Но церковь имеет уже две тысячи лет. И у этих две тысячи лет есть своя история. Нам надо в эти истории вглядываться, где были ошибки. Да, тут ошибка была. Но Господь, Господь созидит церковь. Почему мы Богу не даем, Он ее исправит. Он, если надо исправить, но Он ее не справляет почему-то. Да, даются люди. И камни будут вам, если не будет, кто вас будет обвинять, осуждать, то камни будут об этом говорить. Поэтому, если что-то я не сделал, я иду, я только от церкви иду, что-то я не так чувствую, что-то не то сделал. Меня совесть съедает, я уже не могу. Я уже бегу к духовнику нашему, говорю, батюшка опять согрешил, опять слукавил. То есть у меня совесть, совесть меня. А как я могу за всех-то? Как я могу церковь? Но я нахожусь в церкви. И она такая вся корявая. А тут же опять отец Андрей Кураев сказал, что церковь на кого похожа? Она, это на старика, которая вывели, и он держится, его под руки взяли, его ведут, он весь дряхлый, его убивали, его убивали, 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 почти убили, но что-то вроде Господь не дал до конца добить. И вот он сейчас немножко что-то начинает кряхтеть, как-то оживать начинает. То есть у новоселов как раз о церкви сказано, что церковь есть организм, это тот святой организм, который мы входим, вы там входите, может быть, в какую-то клеточку, даст Бог, и я вхожу. Как я это узнаю? А по тому чувству, чувству какой-то, как вот открывается вот эта благодать, вот эта какая-то красота, ну вот Бога, Бог Божьей любви. Вот что-то удивительное, это состояние, которое, и оно мне дает на литургии, я на литургии получаю эти силы. А вторая часть церкви, это организация, та организация, которую мы видим сегодня, бюрокритический аппарат. Без него никак невозможно. Кстати, Тимофей, который послание посылает апостол Павел, он тоже был молодой, а он был епископом, а он был не в тех годах. Он даже что-то тому там, там типа жалуется, что вот я там, меня там не особо слушают, потому что я, он малым возрастом был. Но тем не менее, Господь, и это было же, почему мы это убираем, почему мы берем то, что было в первом веке, и применяем ко всем векам. Да не было такого. Уже все, церковь, церковь, Господь один и тот же, он не меняется. Но церковь все равно, она имеет разные этапы. То есть, то есть, какой-то некий, некий, если мы с государством начинаем соединяться, начинается некое, какое-то, сейчас мы, это мы сейчас видим, это сейчас происходит. Это что было в Византии. Кстати, смотрели византийский урок? Вот как раз об этом говорится. Спиральная, спиральная. То есть, когда Византия соединилась с государством, то есть, ее произошло духовное разложение, духовное нищие, все, и они погибли. Так же и мы сейчас идем к этому. Тоже, соединившись с государством, мы начинаем сейчас идти к этому. Вроде все, церкви строятся, храмы золотом покрываются, дорогие одежды, дорогие, все это, это мы все видим. Рядовые священники это все видят. И это, и мы это понимаем, что Господь сам изменит эту ситуацию. Но не мы. Мы что? Ну, приду я сейчас к епископу и начну ему говорить, а вы знаете, что вы тут ходите с павлиным хвостом? Хватит ходить. Надо сейчас Богу, вот представьте, да, эту ситуацию. Потом, а что вы с меня, они берут с меня налог 15%. Мало того, свечи продают мне, они еще, и 15% еще берут с этого, то есть, и получается, я нахожусь, а как я буду с ним, сам Господь десятину говорит, а они 15%. Это еще малое, малое, то есть, и я, естественно, я вижу на все это, смотрю, говорю, Господи, да ладно, берите, мне, если надо, я отдам, мне, Господи, главное, я вот, не повреждаю своего рассудка, Господь, я молюсь на нее, Господи, освяти, помоги, ты же, ты же, ты же управляешь церковью, ты же садишь ее, как же мы можем сейчас против нее идти и кусать ее, потому что люди, ладно бы мы с вами разговаривали тет на тет, мы говорили об этих проблемах, и мы, я еще и бы хлеще сказал бы вам, но я не могу об этом говорить, потому что нас смотрят, будут смотреть люди, которые сегодня, я заметил, только одни, какие-то протестанты к вам заходят, неокрепшие, а, вон, правильно вы говорите, они в церковь, почему не идут-то, им грех, им же надо до исповеди все равно дойти, а на исповеди надо сказать, и о прелюбодеянии, и об этом надо сказать, а не хочется, хочется грешить, а вот, да, любовь, вот правильно, вот, говорю, то есть поддержать свое состояние греховное, поэтому, я может быть так сейчас, в общем, потому, ну, у меня, как сказать, ну, не то, что накопилось, но, я очень, как сказать, к вам отношусь с теплотою, когда вы, разбираете и само Евангелие, это, конечно, извинительно, вы, вы непревзойденные здесь, но, когда вы начинаете уже углубляться, уже в оценки ставить, вы начинаете вешать ярлыки на все, это такой, это то-то, это то-то, то вы делаете некую новую догматику, вы пытаетесь сделать революцию в церкви, то есть революция, а что такое революция? Революция, это первая на небе, первая, первая революция демонская, вот эта, и мы сегодня революцию, мы должны революцию внутри себя, но надо человека направить к себе и не смотреть на этих, Бог ему, этому священнику, я, когда первый раз приехал в Курск, мне там предлагали там рукополагаться, я зашел в собор в ихний, я в ужасе, я в ужасе, какое отношение к алтарю, какое отношение друг к другу, какие вот эти стоят шутки какие-то, да Господи, там, я уж, я уж подумал, быть мне священником, я уже не хочу, это у меня уже Господь уже потом, я, я стал работать, уехал в Екатеринбург, работал там, у меня было все там, в принципе, я там самодостаточный жил, а потом я учился в семинаре, надо заканчивать, надо, закончил, а мне говорит, батюшка один, говорит, а ты зачем закончил, зачем ты деньги проедал, ты же церковь, на тебя тратила силы, ты должен стать священником, все, и мне как это все в голову, и конечно, и все, говорю, матушка, ну готовься, и поехать в деревню, но мы склонны к деревне, я к чему, Игнат Тихонович, что он нас смотрит, вот у меня, «Большая шахматная игра», смотри ли книжку его, там он пишет о том, что мы победили Россию, мы победили Советский Союз, единственный враг остался, русская, православная, единственный враг, заслушайте, то есть в Пентагоне, есть такая организация Пентагон, она засекречена, ее бюджет никому не оглашается, сколько они денег тратят на, на то, чтобы изменить внутри систему, они тратят, и сейчас они в церковь вошли, они, они ее, как вы сказали правильно, пираты, и они, и они устраивают там свои вот эти сходки, они там ставят эти на своих, то есть рука, рука, руку моет там, сейчас там это вся лобби, все нормальные, более-менее священники не живут в Москве, более-менее, они там прячутся, хоронятся, они понимают, что что-то происходит в церкви не так, но они что, они кричат, они, «Господи, значит, попускает Господь какой-то, значит, нам, нам здесь, еще не sprawить это, и не, не раздирать этот хитом, потому что мы, и сейчас мы еще начинаем, вот вы начинаете, потом начинает его ругать, суву этот, то есть все враги церкви, это ваши друзья выходят, мне вообще удивительно это, вы, вы с ними, вы их оправдуете, да, Невзоров, это какой-то демон, у него демонская улыбка даже, его, у него, у него вот именно, у него просто, вот, он даже изменился какое-то время, у него, у него еще была человеческая какая-то улыбка, а потом у нее прошло, У него какое-то удивительное, какое-то обаяние, которое, я скажу, у него очень сильное обаяние. Он очень умный, остроумный. Он тебя хватает, твое внимание, и держит. И он и вкускает тогда ядовитые мысли. Я тут этот, я так думаю, вот это. И посмотрите, сколько его смотрит. Его смотрит намного больше, чем вас. И то есть он является сегодня, он четко видит сегодня ошибки церкви. Четко. И я с этим точно согласен. Но я считаю, вот мое мнение, даже не мнение, а мой взгляд, мнение. Вот я сейчас хотел прочитать вам Игнатия Бринчинина, он пишет о мнении. Что такое мнение, очень интересно. И он говорит о том, что церковь, он людей ведет к коням. То есть коней любите. Вот коней любите. То есть вот это язычество, устроите язычество. Поклоняйтесь коровам, коням. Вот у него есть даже фильм, он там создал. И он профессионально создал фильм о конях. И понимаете, вы этого человека, он какой хороший. Отец Андрей Кураев. Я ему, вот поклон. Я на его книжках, его книжки первые. Наследие Христа. Сатанист для интеллигенции. Потом. Школьное богословие. Потрясающе. Это я считаю, это вообще, это Господь его наделил вот этим умением. Просто доступно говорить о сложном. А потом, ну, он же с такой же легкостью может оправдать Гарри Поттера. Колдовскую вот эту сказку. Он с такой же легкостью может там, вот все что угодно оправдать. И если ему сейчас заплатишь, на мой взгляд, это, опять, мой взгляд, заплачу, я сейчас ему скажу, а сейчас очерни это. То же самое, что он вчера хвалил, он завтра же с такой же легкостью, это у него умение, он философ, философ, что это такое? Это умение правильно строить такие акценты. То есть, если можно вот это очернить, он очернит. Поэтому отец Андрей сегодня, можно сказать, я, на мой взгляд, опять, деструктивен. Потому что я очень к нему хорошо относился. Очень островный человек. Очень. Но посмотрите, где он выступает. Он выступает только на радиостанциях, где это оппозиционные, это платится с Америки, эти деньги. Вот эти все наши. И это люди, которые сегодня обложили церковь. Они внутри вошли в нее. И внутри ее разлагают. Снаружи ее бьют. Чтобы люди только не пришли в церковь. Чтобы люди не стали единодушные. Чтобы они не стали под знамены, когда придет к нам на нашу, в Москву войдет Лжедмитрий. И когда, а Господь потом подымет и Пожарского, и Минина. И народ опять встанет, опять вспомнит, опять подымет, что вспомнит, что у нас Господь. Что с нами Бог. Разумейте языцы и покоряйтесь. Господь. И вон. А про мусульманство. Могу сказать, что есть такие данные. Приходили туда миссионеры. Ну что с ними делали, бедуины? Резали им головы. Наша православная вера, это любве обильная. А что делали протестанты в Америке? Приехали и всех уничтожили. Всех. И потом засеялись на эти земли. Вот она коренная. А что, пришел наш монах какой-то. Пришел, проповедует им. Даже знает. Там Исаак Сирин был. Там в Сирии жил. Там много было отшелинков. И они приходили. И он там благословлял. Им голову отрезали все бедуины. Что делал Мухаммед, если вы читали? Он покорил их. Войной он покорил. Только силу понимают эти люди. Этот народ. Значит, Господь сделал какую-то бич для нашего, для церкви. Чтобы мы не расслаблялись. Чтобы мы могли как-то бодриться. То есть, если кота из дома убрать, то мы же наглеть будут по головам ходить. Так и здесь. Это наш код. Чтобы мы были в бодрости. Чтобы мы знали, что ага, сейчас нам могут голову отрезать. За нашу веру. А Евгению Родионову отрезали голову. Ему только одному. Почему он у нас герой-то? Я его считаю героем. Я молюсь. Простите, я молюсь. Потому что, когда всех ребяток этих вызвали, 19-летних, они вообще худые. Там маминки, сыночки от сиськи оторвали. И тут, вы знаете, кто такой чеченец? Это мужики. Они с детства умеют с ножами. Они автомат переключают. Воины их готовят с детства убивать. Они не знают пощады. Знаете, как ребенка детей воспитывают в Чечне? Бьют вот так по морде, как щенка. Вот так. И он как... Вот знаете, как маленького щенка. Вот мы в детстве там дразним. По мордочке бьем. И он уже зубы у него скалится. Все, он уже кусается. Вот. Вот. Это прям выложено в интернете, как воспитывают этих мальчиков. И потом они... А когда мальчишек этих 19-летних в плен попали, они там, видят, там... Они там, давай... Эй, кресты, кресты снимайте, давай. Тебе, а, да, у кого кресты... А, да, да. Топчи его. Они сами не снимают. Они ждут, пока они снимут. Они, да, топчи. Все, молодец. А ты чего не снимаешь? Он... Да я там... А к нему подходит, говорит, ты чего не снимаешь? Он говорит, нет. Ну, тебе надо, ты снимай. Он говорит, как? А ты меня сейчас сам снимешь. И все. Они начали его долбить. Они его два месяца держали в такой яме. Там, я не знаю, что там одним издевались. Там мочились на него, там били. Все ребра ему переломали. Все ему переломали. И он не отказался. Они узнали, что у него день рождения. Они говорят, завтра, если ты не снимешь крест, мы из тебя снимем голову. И все. И потом этот кадр сняли ему голову. Не отказался. Мальчишка, 19 лет от веры. А потом, какие стихи почитаете? Какие он стихи писал своей матери? О вере. И мать, я с этой матерью мы... Она к нам приезжала. Она вообще говорит, вы знаете, я была советским человеком. Я воспитала сына без мужа. И он ходил в храм, начал мальчишкой ходить. И она меня... Он говорит, мам, пойдем сходим. А, да что там, бог там, это все... Там, ну, как основные вот эти... И он ничего не настаивал ее. И она говорит, после того, как я выкупала голову у этих боевиков, она продала квартиру. Она там... Они там над ней издевались там. Там столько претерпела она от этих... Этих... Правоверных, как они себя называют. Что, Господи, помилуй. И все. Она с этой головой в поезде едет, говорит. И у меня, говорит, во мне что-то изменилось. То есть она стала сейчас... То есть она в храм ходит. Она вообще другой человек и стала. Я, говорит, прошла через эту... И я... Евгения Родионова для меня это сегодня образец. Я всем подросткам говорю. А вы знаете про Евгения Родионова что-нибудь? Он не убивал. Но он солдат. Ему... Ему дали это... Он пошел. Ему мама говорит, давай я тебя отмажу. Ты у меня один ребенок. Говорит, нет, мама. Я должен долг Родине своей отдать. Родина нас призывает для того, чтобы она кормила меня. Она мне воспитала. Чтобы... Чтобы мне делать высшее образование. Она потратила на меня 500... Да какой 500? Там около миллиона. Чтобы платить мне. Чтобы давать мне... В советское время это было. Все это платное было. И мы, как всегда, все дошли. Если должны идти в армию, отдать свой долг Родине. Долг Родине. Родина наша. Если мы ее не будем защищать, нашу Родину-мать, то как мы... Мы... Я, когда вы говорите против вот этого, чтобы в армии не служить, я вообще... Это... Вы знаете, что делал Гитлер, когда он приходил? Он эговистов посылал. Он там... Он эговистов посылал там эти... И сейчас, кстати, эти секты эговистов... Почему их не убирать? Его нельзя убрать. Потому что это опять Америка. Им выгодно этих сектантов. Потому что там что? Не надо защищать Родину. Когда придет враг к нашим воротам, эговисты пойдут в плен или там... Но защищать никто не будет. А будет за него умирать какой-нибудь Петька с соседнего двора, которого он считал там за грязь под ногтями. Вот что страшно. А мы сегодня не понимаем, что против нас идет не то, что тотальная война. У нас восстало все. Все под небесе злобы. И мы сейчас сегодня должны понять, что нам надо объединять силы. Нам искать надо друг другу сейчас, как эти, как эти, такие эти, веночки, сосудики, чтобы мы друг другу, это, чтобы разговаривали, общались, чтобы мы искали как-то друг другу помощи. Чтобы мы не ругались мы с друг другом. Ах, вот ты там столько раз против... Да, Господи, откуда я знаю? Пускай каждый причащается, сколько ему батюшка благословит. Причащается. Вот у нас ходит одна. Я говорю вам, женщине, надо причащаться почаще. Потому что, ну, как приходить в храм? Она приходит каждый раз в храм. Приходит в храм и не причащается. Это как к источнику воды прийти, не попить воды с него. Как это? Пришел, о воде разговаривают, все говорят, ой, какая вкусная вода. Вы знаете, она так утоляет жажду. И около тебя пронесли и унесли. А дайте мне попить-то. Как раньше? Все раньше литургии, опять же, если вы берете Библию, это в деяниях, каждую ночь литургии устраивали. Каждую ночь служили, славили, причащали все. И потом шли по своим работам, по своим делам. То есть ночь была для молитвы и для причащения. То есть все причащались. Такого вообще не было. А исповедовались, да, только перед другом. А сегодня почему-то мы исповедуемся только интимно священнику. То есть почему? Потому что искушаем мы своими грехами. Я сейчас выйду, буду говорить. Братья и сестры, я вчера сблудился одной, вот с этой, с этой. И все, и у людей сразу лукавый. Ах, вон какой. И я понесла. Как у нас в деревне. А в деревне вообще нельзя никому ничего говорить. Если я выйду и скажу, что я там грешный, то мне сразу скажут, что батюшка у них был благодейник. Все. То есть тут нельзя говорить, потому что я, да, я знаю. То есть в деревне это, то есть, и поэтому мы стали сегодня интимно, на ухо. Господи, через батюшку отпусти меня. Вот мой грех, чтобы он не тяготил меня. То есть, и вот это есть труд сегодня мы. И таких много священников, поверьте. Очень таких рядовых. У нас в епархии, у нас очень хорошая епархия. У нас очень хорошие батюшки. И я вообще доволен, что вот и меня, мой Господь, сюда сейчас принес. Мы будем летом устраивать такие, есть такая военная, военно-патриотическая игра горлица. С православным таким духом, с духом, с духом Пасхи. То есть в конце, там типа, если помните, это на основании была горлица. Вот на основании горлица мы делаем такую горлицу. Сейчас уже идет всероссийское такое объединение горлицы. И устраиваем эти, это там вообще, это настолько изумительно. Дети меняются за эту игру, за 4 дня. Там зашли, ну, кто какие делает сборы. Они становятся взрослыми. Такими лица у них, такие мужественные становятся. Такие преображенные. Я просто сам, как сказать, проводил эту горлицу. Я был воеводой. И вы знаете, это были ребятки, которые пришли вот такие, ха-ха, там все улыбаются, ха-ха, че-то-то, хихикуют. Как горлица прошла, это подтянутые. Так, все, молитва. Ребята, такие все взрослые, лица повзрослевшие. Это как чудо для меня. Пасха для меня была. Я аж расплакался, когда я увидел ребяток повзрослевших, которые уже все, они уже мужики, они уже повзрослели. Вот потрясающе. Вот это мы будем проводить здесь, в эпархии. И то есть нам надо сегодня друг с другом общаться, друг с другом сообщаться. Не искать разделение, потому что сатана только ищет разделение. Потому что ваши слова скорее разделяют. После вашей книжки хочется революцию устроить. Не себя, не себя менять. А мир хочется менять. То есть, как кто-то сказал, говорит, легче поменять весь мир, чем поменять самого себя. Себя поменять оказывается очень сложно. И тут выходит, что я, ну что я, как я могу весь мир поменять? Это Ленин менял весь мир. Кто еще там менял весь мир? Все меняли. Сейчас хочет этот ислам поменять весь мир. Но это утопия. Это никогда не будет. И поэтому церковь все равно здесь, она все равно здесь всегда будет, она как бы всегда будет в проигрыше. Никогда не будет там торжествующая, ну бывают такие. Но это в конце концов к чему приходит? К краху. А церковь всегда это как шуты гороховые. Вообще священники как шуты гороховые. Они деваются как шуты. Что там они? Чем они там? Какая-то эта штука, тут какое-то платье. У меня идет там тетя, ой, дядя, мама, а что ты за тетя? А тетя, зачем дядя? Это платье одел. То есть мы как шуты гороховые. И да, мы шуты гороховые. В чем-то мы шуты гороховые. Пускай к нам так и относятся. Я никогда не одену такое светское. Это я дома просто сейчас одел. А так я всегда одеваю подрясники. Я всегда одеваю, я всегда хожу в подрясники. Я всегда, это моя малая проповедь. Я всегда прихожу в магазин, люди перестают мотиться, ругают. Они перестают. Потому что они, это моя проповедь, малая, начало моей проповеди. А если еще, когда мне с вопросом подойдет, а если еще начнется разговор, я ей Евангелие дам. Я ей благословляю, я и помогу чем-то, если что я знаю. То есть я в этом смысле, это мое, это мое. Александр Ильчининов писал, я расснял священническое платье и почувствовал себя как будто голый. Представляете, вот носом Александр Ильчининов, потрясающий. У него есть записки молодежи. Вот он, кстати, он, кстати, а нет, это еще есть такой, если вы знаете, диалоги. Это книжка, как же его, сейчас. Ну, я вот к чему, что мы сегодня должны сотрудничать. Не должны мы сегодня искать, потому что против церкви идет война. Церковь, даже сейчас, вы знаете, что есть в Пентагоне отдел, русский отдел. В него входят все предатели. Эти все предатели, они создали сегодня родноверскую секту, они поддержали Диамида, Раскол. Я думаю, что они и вас где-то поддержали. Вы не думайте, что они вас на крючке делают. Только вы это не знаете, может быть. И они, они все это, им важна, важны эти разделы, разрубать, разрубать. Так, кто там еще восстал? Так, вот этот, ага, сейчас что-то начнет. О, мы сейчас его поддержим. Через какую-то организацию, через какого-то человека. Придет, даст денежку. Все, кажется, так все обустроено будет, что вы как бы, о, меня там добрый человек помог. А оказывается-то, вас используют-то как, как этого, просто расколоть церковь, хитон разорвать. Да, вы все верно говорите, это, и Диамид все верно говорил. А сейчас он, знаете, кем стал? Его, он сейчас патриархом стал. Он сейчас, он написал, ко мне приходите на покаяние всем. У него даже адрес есть, адрес Чукотка, он на Чукотке там был. Чукотка такой-то, такой-то, а улица, то ли восстание, то ли что-то такое. Улица такой, вот приходите ему на покаяние, все должны к нему приезжать. Вот дошло до человека, да, именно до обольщения Бесовского. И эти все расколы, они угодны именно вот этим врагам. А кому? Конечно, мировому правительству не нужна церковь сегодня, не нужна. Она будет, а антихрист придет, и церковь будет уже готова. То есть, а кто будет готов? Патриарх, антихриста и примет. То есть, это все будет, это, то есть, а церковь все равно останется. И что, патриарх, ну что мы можем? Ну, раз, и раз он пришел к власти, и у него, если вы видели, помните, патриарх, когда была у него хератония, ну, как это называется, пышный там стоял, Медведев, Путин, он стоял там, у него там, он там речь такую-такую начал говорить, а потом, оп, ему стало плохо. Вот где-то найдите. Опа, и как будто другой кадры. И его на 5 минут, почти на 10, откачивали. То есть, ему стало плохо. Так плохо, что, то есть, Господь, если Господь бы не позволил ему встать, да, я считаю, что он незаконно стал, никакого жребия не было. То есть, он, он там, вообще столько всяких вопросов возникает по этому собору, где его выбирали. Ну, это ладно, раз Господь пустил, раз Господь, он бы мог, умер, как Никодин Ротов, умер на руках Папа Римского, так и он в сердце бы становился, что Господь не Вседержитель. Разве Господь не держит все в своих руках? Вседержитель он. Он, он, он все сожиждет. Мы должны делать свое дело, да. Маленькое, но дело. Я делать буду, но я буду для созидания, не для разрушения. А у нас выходит, что сегодня вы являетесь, можно сказать, то есть, таким, еще отламываете кусок какой-то. Люди, то есть, обольсятся, ну, куда им ехать? Ну, вы сейчас гадостей наговорили про церковь, и куда? А вы, а вы к себе не принимаете, главное. А они говорят, ну, давайте мы к вам. А, не, 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 к нам это лучше в космос полететь, как говорится. А к нам нет. Так что, так что, вы уж как-то, ну, как-то найдите какую-то форму, уж по крайней мере, ну, не, ну, если вы уж хотите, ну, вы же писали раньше письма митрополитам, напишите им письма. Каждому напишите письма, они все равно прочитают эти письма. Если с уведомлением, епархия получила, и он прочитает. Ну, митрополиты не смотрят в вашу виде. И патриарх, я думаю, не смотрит. Ему не до этого. У него золотая клетка, вы сами знаете. У него там куча всего. Поэтому, а для кого тогда? А для простого, ну, как сказать, неотрепшего человека. Ну, уж простите, я вот такой эмоциональный немножко. Ладно. Ну что, у нас сейчас будет по скайпу занятие. Да-да, давайте, помоги. Ну, если вы хотите, я еще просто, я тут, ну, у меня просто тут вам, я и по Библии там, и кое-каким, какие еще вопросы. Если хотите, я, мне бы очень интересно пообщаться. Ваше мнение тоже. Вы когда хотите, сейчас или в следующий раз? Не-не-не, сейчас на службу уйду. Сейчас у меня, сейчас же завтра обрезание. У нас сейчас занятия будут. Да, у вас занятия, тем более. Ну, скажите, когда, я буду, позвоню. Спасибо, Христос, что зашли. Спасибо, Господи. Помоги вам, Господи. Все, до свидания. До свидания. Спасибо, Господи.